Ситуацию несколько лет назад и ситуацию сейчас. Сделано достаточно много, но не достаточно, нужно двигаться дальше. Например, на сегодняшний день существует пошлина от 2 до 5% на импорт современного технологического оборудования. До 5% заплатить пошлину. Есть слово? Это налог на инвестиции. Это та пошлина, которая сдерживает инвестиции. Когда она была введена, мы даже не знаем, но она действует уже давно. Зачем это пошлина? Давайте так разберемся. Зачем? Чтобы меньше было инвестиций в Украину. То есть не чтобы, а фактически это пошлина, сдерживающая инвестиции. Притом высокотехнологичная отрасль. Капитальные инвестиции за 2010 год составили 12,5 млн. Это в 2,6 раза больше по сравнению с 2009 годом. Числина средняя 1249 человек. Зарплата 2430 гривен. Я должен вам сказать, что для нас очень знаменательным был 2010 год, потому что на предприятии были проведены очень серьезные работы по модернизации конструкции насоса, так называемых круглых насосов. Сейчас выпускаем антейки. Также мы за 2010 год начали выпуск насосов Мастер. Чем он для нас очень важен? Это продукцию, которую мы уже делаем совершенно по другим технологиям. Корпусы крышки мы изготовляем на обработающих центрах. Шестерни, тоже у нас новое оборудование токарное, фрезерное, зубообработка. Это нам позволяет на порядок выше поднять уровень качества запускаемой продукции. Проведя именно такие работы, мы за 2010 год сократили издержки на 15 млн. Здесь у нас и замена материалов и так далее. Здесь Павел Леонидович говорил о том направлении, которое сейчас осуществляется. У нас увеличивается и производительность труда. Я вам должен сказать, что без внедрения новых технологий мы этого не достигли. Что касается шестеренных насосов, была поставлена задача. Сейчас уже стоит задача в 2011 году перейти полностью на изготовление своего литейного производства. где мы изготовляем корпуса, крышки, компенсаторы, платики. И мы приобрели литейный комплекс у нас один. Сейчас мы в апреле месяце уже привозим второй комплекс полностью автоматизированный. Если у нас первый комплекс был, так сказать, полуавтоматизированный, при этом человек в этом процессе не участвует. Идет заливка автоматическая, прессование и так далее. Сейчас уже второй комплекс, кроме всего, что мы имеем, еще у нас будет робот, пресс, автоматизирование, будем получать просто готовые детали. Что касается других направлений, очень для того, чтобы конкурировать с передовыми зарубежными фирмами, а у нас очень серьезные фирмы, а ты, зауэр, донфос и так далее, я должен вам сказать, что насосы шестереные, как никто из другой продукции, у нас являются такой конкурирующей продукцией. Поэтому сейчас поставлено задание повысить качество и выйти на другие сектора рынка. И я думаю, что мы с этой задачей справимся. На этот год поставлена задача приобрести у нас литейную линию термообработки. Мы начинаем закупать, и это будет качество термообработки. Соответственно, сейчас у нас в Европе и в мире идет изготовление шестерен, которые сопровождаются рихтовкой. И в этом году мы тоже решаем эту проблему. Что это нам даст? Это нам даст, что мы значительно улучшим свои показатели по шумовым характеристикам. Мы их значительно снизим. И так получается, что мы очень серьезно на сегодняшний день проигрываем западным фирмам. Мы можем именно по этому показателю. Насос должен работать тихо. Но я думаю, что мы этого результата обязательно достигнем. Ну и соответственно, очень важная ситуация – это когда работает команда. Я вам должен сказать, мне очень приятно работать. Вот как была у нас последняя сессия горсовета. Я ехал с этой сессии и думаю, какой я счастливый человек, что я проработал весь период времени на Гитросеве. Потому что здесь есть здоровый коллектив, здесь очень серьезная команда. Подходы суперсовременные. Мы с Павлом Леонидовичем были в Шанхае на выставке. И вот мы там были 2 дня где-то на выставке. А потом нам пришлось посещать ряд заводов. Так вот представьте, что мы за 4 дня, я лично посетил 22 предприятия. С Павлом Леонидовичем как раз мы были вместе по 5-6 предприятий в день. Это надо провести беседы, разобраться, провести. Очень напряженная работа. Я, честно говоря, сказал больше, чтобы на меня не было. Вы такой нагрузки. Поэтому мы этому очень серьезно уделяем.